Создание благоприятного инвестиционного климата в Чувашии стало главной темой очередного заседания Высшего экономического совета региона. В этот раз эксперты работали в формате стратегической сессии. Создание благоприятного климата в регионе для внутренних и внешних инвесторов – тема исключительно многогранная. Важно все – инфраструктура, действенная поддержка, информированность о мерах этой поддержки. Участники расширенного заседания Высшего экономического совета разделились на группы. У каждой свой кейс. В итоге решение, которое представители бизнеса смогли реализовать прямо здесь, не выходя из-за стола для обсуждения. Мы прошли детально, смоделировали ситуацию, когда инвестор хочет стать резидентом экономической зоны ночи Боксарск. И пошагово прошлись по этой проблеме и поняли, какие есть тонкие места. Тут же в ходе обсуждения позвонили в Минэк России в отдел и напрямую проконсультировались по этой проблеме. И в частности, одно очень крупное уважаемое у нас предприятие буквально в ходе этого диалога решило свою проблему. Меры поддержки инвестиционных проектов в работе, но не все о них знают. Откровенный разговор показал, сейчас в этой части серьезный пробел. Сейчас у нас не промышленные предприятия, потенциальные инвесторы. Предприятия, реализующие инвестиционные проекты, не обладают полной информацией о действующих мерах. Столько разных направлений поддержки, финансирования проектов, поддержки проектов существует на федеральном уровне, еще есть на региональном уровне. Нам нужно всем вот прям разложить эту карточку, эти все возможности, вникнуть в них. Может быть, я хотел бы предложить, прям по ним идти отдельно и отрабатывать, чтобы каждый муниципалитет, глава района, знал, какие возможности есть у бизнеса. Говорили участники расширенного заседания о потенциальном расширении особой экономической зоны в Новочебоксарске, нюансах соглашения о защите и поощрении капиталовложений и так называемых офсетных контрактах. Это долгосрочные договоры со встречными обязательствами. К примеру, инвестор открывает в городе новое производство, а город гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет. Очень хотелось бы, конечно же, чтобы мы уже в этом году зафиксировали первый офсетный контракт и соответствующим образом сформировали бы некий алгоритм действий всех субъектов, а самое главное, выявили бы самые узкие места и их проработали. Выработанные предложения учтут, причем, судя по всему, не только в нашем регионе. Здесь решаются вопросы даже не столько регионального, а сколько федерального уровня, потому что те решения, та работа, которая была проделана сегодня здесь, она, я думаю, непременно будет учитываться при поправках существующей законопроекта, либо при разработке совершенно нового законопроектов. И на самом деле тот опыт, который здесь раскрывается, он важен и в других регионах, как минимум в нашей республике. Ольга Пырочкина, Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика.